Это вы уже объяснили. Это болевые точки. Я не могу на это смотреть просто так спокойно. Я понимаю, но еще раз, к сожалению, время. Но еще раз резюмируем. То есть вы утверждаете, что на территории Российской Федерации существует вражеское подполье, которое целенаправленно разрушает государство в целом и в частности правоохранительные органы. Конечно. Нет единого стержня, который поставил бы перед собой задачу борьба с преступностью и соблюдение законности от первой буквы, например, до последней. Вот этого нет. Идет некая понятийная система по каким-то воровским укладам. И даже по ним она абсолютно беспринципная. Еще раз говорю, если идут кражи с бюджета, если идет кража с общака, если стариков, детей лишают, например, денег, не дают на лекарства, а народ что-то собирает, а мы как бы не можем говорить нету. Но это неправильно. Знаете, почему я готов с вами согласиться? Да я не просто готов, я согласен с вами. Даже вот это выступление министра, оно ведь показывает, ну, для людей, может быть, далеких от МВД, но понимающих, как функционирует информация. Он напрямую озвучил и обратился. Значит, ресурсов решать это внутри системы у него уже не осталось. Все, давайте... Сергей, я могу сказать просто одну секунду, подведя итоги. Он резюмировал то, что они не справились с тем, что, значит, система МВД должным образом должна выполнять свои функции. Но, к сожалению, таких министров внутренних дел, как Столыпин, как Берия и как Щелоков у нас в последнее время не было. У нас были разные строители, Бакатины, Грызловы, еще кто-то, Нургалиевы, значит. Но министра внутренних дел, профессионала и приближенного к президенту, который был бы не просто его подчиненным, а фактически другом и соратником в наведении порядка в стране, такого не было давным-давно. По крайней мере, последний это был друг Брежнева, Щелоков. Напоминаю, что...